Дэдпул Как ученые попытались исцелить его рак, привив его клеткам особенность к регенерации, Дэдпул остался изуродованным и психически нестабильным. Основной особенностью Дэдпула является регенерация. Он в состоянии пережить практически любой вид ранений, тратя на исцеление от нескольких секунд до нескольких минут, в зависимости от тяжести нанесенного вреда. Дэдпул неуязвим ко всем известным видам болезней и вирусов. Также существует сыворотка, на длительное время лишавшая его исцеляющего фактора, взамен на нормальную внешность. Помимо этого, сверхрегенерация дает ему возможность перегружать мышцы, таким образом обретая сверхчеловеческий уровень сил. Дэдпул владеет множествами боевых искусств, чрезвычайно ловок и силен физически, прекрасно владеет любым видом огнестрельного и холодного оружия. Также Дэдпул может ломать четвертую стену, что помимо обычного обращения к зрителю, позволяет ему менять реальность по собственному желанию. Впервые на телеэкране Дэдпул появляется в мультсериале Люди Икс 1992 года. Морф на короткое время превращается в Дэдпула. Злая психическая проекция Ксавье во время мучения Росомахи создает иллюзию Дэдпула. Далее Дэдпула можно увидеть в анимационном короткометражном фильме 2009 года «Халк против Росомахи», в котором он является одним из главных героев, членом команды «Оружие Икс» вместе с Красным Омегой, Саблезубом и Леди Смертельный Удар. Он без конца болтает, хихикает и прикалывается, чем очень раздражает всех окружающих. Ты только посмотри. Дай мне руку. Шучу. Вот так. Нет, не подходит. Какого черта? Кто хочет попробовать? Логан, мы потеряли его. Жили они долго и счастливо. Кроме чудища. Боб, ты еще больше разозлил его. Говорящий человек обидел Халка. Халк убьет говорящего человека. Нет, Логан, подожди. В фильме «Люди Икс. Начало. Росомаха» 2009 года Райан Рейнольдс исполнил роль Дэдпула до трансформации в супермутанта. А после, в сражении с Росомахой и Виктором Кридом, Дэдпула сыграл Скотт Эткинс. По сюжету он бывший сослуживец Логана, член группы полковника Страйкера. Впоследствии был захвачен людьми Страйкера и увезен в его лабораторию, где стал объектом серии экспериментов. В результате он превратился в супермутанта, в котором объединились многочисленные особенности 11 других мутантов. Например, лезвие из рук, способность телепортироваться, лазер из глаз, способность почти мгновенно регенерировать и стал именоваться Оружие 11. Кроме того, Дэдпулу зашили рот. Так Страйкер сдержал свое обещание, что заставит его замолчать навсегда. Страйкер сдержал свое обещание. Далее Дэдпул появляется в мультсериале «Великий Человек-паук», который продлился с 2011 по 2017 год. Двойной бонус в награду! Для вас я Дэдпул. В рифму сдул. Суперкул, без дураков. Я лучший в своем деле. И ничто. И никто не остановит меня. А десяток кинжала в спине? Идиотская программа в Юрии стоила того. Говорю вам, занимайтесь и бух-бак-чпук. Мне так не хватало твоего смеха. Я не выдумываю. Дружим? Ага. Ты сохранил цветовую гамму, копируя мой костюм. Я твой кумир? Я о тебе не знал. Паутина. Паутинометы. А карманов нет. Они нужны. Он шагает своим путем, о чем и барабанит очень громко. Все обожают его! Все? Даже Фьюри? Будь у меня сын, я бы хотел такого, как ты. Ты у меня в голове? Может не я? А ты в моей голове? Может вынести тебе мозг? В 2014 году Дэдпул появляется в 27 серии аниме Мстители Дисковые войны, где упрашивает Мстителей сделать его их лидером, потому что они крутые, а быть лидером крутой команды почетно. Я лидер величайшей команды мира, Мстителей. Ты не можешь быть лидером. Это сверхпрочное стекло. Вырезать, вырезать, немедленно убрать. Надеюсь, съемочная группа меня поняла. В 2016 году выходит сольник Дэдпул в исполнении Райана Рейнольдса. Здесь Уэйд бывший боец канадского спецназа, подрабатывающий наемником в Нью-Йорке, который начал помогать девочкам-подросткам сводить счеты со своими горе-преследователями. Внезапно Уэйд падает в обморок, и на следующий день ему диагностируют рак в последней стадии. К Уэйду обращается вербовщик из секретной программы, предлагающий экспериментальное лечение рака, во время которого он получает исцеляющий фактор, вследствие чего рак не успевает формироваться. Однако при этом Уэйд получает побочный эффект, его тело и лицо обезображиваются. Что ты со мной сделал? Поднял уровень стресса, который запустил твою мутацию. Эй, Тванес тебя любит, и неважно ей, как ты, о-о-о, ты прям плод любви авокадо и престарелого, сморщенного авокадо. Зараза! А я утюг дома выключил? Ха-ха-ха-ха! Вот, вот же смерть от ледового комбайна! Я тебя извечу так же, как Лим Бискет музыку конца девяностых. Пап? Ну, ни хрена! Друг, вот это встреча! Моё лицо... Это не все изменения. Нет. Супер-пенис. А чё это вы тут делаете? Конец. Кино-то уже кончилось. В 2017 году вместе с премьерой Логана вышла короткометражка «Дэдпул 2. Никаких добрых дел». В нём Дэдпул видит, как старика пытаются ограбить и бежит переодеваться в свой костюм, в телефонную будку. Но за это время старика убивают выстрелом из пистолета, прибежав на место событий, Дэдпул долго беседует с трупом старика. Алло, Эрда, позовите. Ой, ёлки, совсем дело дрянь. Ты прости уж, с хера ли тут делает? Телефонная будка. Они же ещё в конце девяностых вымерли. В 2018 году Райан Рейнольдс снова исполнил роль Дэдпула в одноименной второй части, которая одна из операций Дэдпула проходит неудачно и заканчивается трагедией. Наш герой погружается в апатию и подумает об акте самосожжения. В этот непростой период Уэйд попадает в школу будущих людей Икс, где знакомится с трудным подростком Рассела. Паренек очень проблемный и не особенно интересует Дэдпула, но за мальчишкой приходит из будущего профессионального убийца Кейбл. Дэдпул неожиданно для себя становится на защиту паренька, но в этот раз наемнику не справится одному. Он собирает команду мутантов, которые готовы идти на бойню, задорную и кровавую. На тебя запрыгнул! Шопы тебе рвёт! Ходит сзади! Я на борту! А нет, отбой. Гони, Мамасито! Держись, Домс! Мне, знаешь, непросто тут... А ну, верну быстро жетон! Живучий Дэп Стэп, сука! Чёрного Тома убил, ах ты гнусный расист! Пули какие-то особо быстрые. Не струй, а себе! Какой же он мрачный! Хе-хе, и ведь в скорости помрачнеет ещё сильней. Не струй�. ЗВОНО КОБЕРНОСТницу Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»